МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все дети счастья, климовичской ликероводочной на санации, крафтовый сыр в Славгороде, креативные скамейки в Кричеве и лучше делать зарядку, чем курить. О событиях этих дней мы расскажем в программе «Днями». Я Андрей Скоробогатов. Здравствуйте. Первый день лета – День защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Его отмечают более полувека. И это не только детский праздник, развлечения и концерты, а еще и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. И главное из этих прав – право на жизнь. Добавим от себя жизнь счастливую. В Могилевском доме ребенка стартовал уникальный проект – группа социальной передышки. Все подробности у Кристины Коранкевич. Главное не вешать нос, относиться, любить своих деток. И относиться не то, что они особенные, они обычные дети. И воспринимать их такие, какие они есть. В обществе всегда есть барьер к этим детям, как-то настороженное такое отношение. А они такие же дети, они любят и смеяться, и побаловаться. Тоже все понимают. Поэтому надо этот барьер ломать. Несмотря на тяжелые заболевания, они счастливые дети. Их родители улыбаются, хоть чаще всего им бывает очень тяжело. Ведь растить и воспитывать больного ребенка – ежедневный труд без отпуска и перерыва. У каждого ребенка должны быть равные возможности, независимо от того, какой у него реабилитационный потенциал. Что каждый ребенок заслуживает чувство уважения, чувство любви, какой-то нежности. А что для этого нужно, чтобы люди с такими детками выходили в общество? Принятие. И вообще об этом нужно говорить. То есть нужно показывать, что такие дети есть, они существуют. Паллиативная помощь позволяет улучшить качество жизни тех, кто столкнулся с опасным для жизни заболеванием. Этим детям нужно облегчить страдания и морально поддержать их. Проект социальной передышки в помощь родителям, которые делают это каждый день и действительно нуждаются в отдыхе. Теперь за тяжело больным ребенком 28 дней в году присмотрят специалисты, а родители могут заняться бытом, своими проблемами или элементарно отдохнуть. С помощью немецкой организации отделение организовали на базе Могилевского дома ребенка, где уже действует центр паллиативной помощи. Мы старались делать все так, чтобы это соответствовало возможностям детей. Конечно, мы не могли построить еще одно здание, поэтому сделали все возможное, чтобы здесь была безбарьерная зона, чтобы это была уютная зона, и чтобы родители видели, что они доверяют своих детей профессионалам, говорит госпожа Хайн. Огромные окна в пол, яркие цвета в интерьере и игрушки. Детям должно понравиться. Это уникальный проект для нашей области. До этого подобная группа действовала только на базе белорусского детского хосписа. Это аппаратура для палеоактивных детей, аппарат палеоактивный ИВЛ, пульсоксиметры. У нас есть, значит, тут все, абсолютно все. Благодаря немецким друзьям у нас есть все. Для особенного ребенка действительно полезно побыть в другой обстановке, общаться с такими же детьми, как он сам. При этом отдыхают родители и отдыхает он сам. Так что передышка нужна не только родителям, но и детям. Дайте совет, как другим родителям с особенными детками не опустить руки, жить дальше и интегрироваться в общество? Просто жить. Надо принять такое, как есть, и жить. Потому что если все время думать об этом, очень страшно. Поэтому просто вот особенно в душе принять это все и просто стараться жить и получать от этого удовольствие. Какой совет? Ребенок это же, дети все равно это наше счастье. А какой он родился, это уже не важно. Тут люди хорошие, они помогут. Так что родители, у всех, кого дети, ну не такие, а с особенностями, не отчаивайтесь, все будет хорошо. Тяжело больным детям сегодня помогают многие организации и простые люди. И это не обязательство, а веление сердца. В территории дома ребенка высадили 110 соселок в честь молодогвардейцев, которые погибли во время Великой очистки войны. 20 из них не принялись. В октябре мы или ноябре их пересадим, чтобы их находилось на территории 110. Детки вырастут, лет через 10-15 придут сюда, эти деревья уже будут большими. Пусть они три годика с ними росли, но все равно это наше маленькое доброе дело. Я думаю, ну всегда хорошо, добрые дела это хорошо. Палеотивная помощь направление молодое в Беларуси, но в улучшении качества жизни больных детей уже многое сделано. Практически 80% детей, которые нуждаются в паллиативной помощи в Республике Беларусь, они в семьях. И это тоже очень важная составляющая того, что мы сегодня оказали адекватную поддержку и семье, которая имеет тяжелого ребенка. Порядка 4% это дети, имеющие тяжелые онкологические заболевания, которые, к сожалению, сегодня мы не можем еще вылечить. Порядка 60% детей это дети, которые имеют тяжелые наследственные заболевания, связанные с генетическими различными аномалиями. И вот даже вы обратили внимание, во многом сегодня, даже если через средства массовой информации собираются ресурсы на какие-то реабилитационные программы, это те дети, которым, к сожалению, сегодня современная медицина еще не может оказать полноценную адекватную помощь для того, чтобы они могли активно развиваться. И вот в этой части, конечно, паллиатив, он очень важен. Сегодня в Центре паллиативной помощи состоит 124 ребенка. Только 16 из них находятся здесь постоянно. Ведь они больны и нуждаются в особенном подходе. Но здесь не принято отчаиваться. Здесь верят в чудо. А чего ты хочешь пожелать всем деткам? Здоровья, счастья и чтоб они не болели. Благополучное детство – главная забота взрослых. Детям нужно помогать расти, хорошо питаться, играть, учиться доброте. Про это нам напомнила американская актриса Кэтлин Коулсон. Прежде всего, она известна своей ролью в сериале «Твин Пикс». Коулсон играла там даму с поленом. Причем в новом третьем сезоне она появилась на экране уже посмертно, сгорев от рака. Коллеги говорили про Кэтрин, что она была настоящим золотом. А ее отличительной чертой называли любовь. Любовь к работе, семье, друзьям, всем людям. Дама с поленом в своем последнем письме подвела итог. Хорошо находить тех, кому ты нужен. И делать для них то, что в наших силах. Второе место в строке главных налогоплательщиков Могилевской области сразу за Могилев Энерго занимает климатический ликороводочный завод. И это несмотря на то, что предприятие сегодня в непростом положении. Процедура санации назначена КЛВЗ решением Могилевского областного экономического суда, где слушалось дело об экономической несостоятельности или банкротстве завода. Но в самих Климовичах слово «банкротство» не любят. Потому что все от антикризисного управляющего до рабочего уверены, оздоровление предприятия пройдет хорошо. На сегодняшний день завод работает в штатном режиме. Те объемы, которые производятся необходимы предприятиям, они сегодня выполняются. Предприятие вышло на безубыточный уровень. На сегодняшний день мы получаем чистую прибыль. В общем-то, можно сказать, что оздоровление предприятия начато. На Климовичском ликероводочном заводе работает почти 700 человек. Это не только один из главных налогоплательщиков области, но и градообразующее предприятие для Климович. Санация КЛВЗ только началась и продолжится 18 месяцев. Такой срок определил для первого этапа экономический суд Могилевской области. К сожалению, традиционные причины, которые приводят к банкротству предприятия, мы увидели и здесь. Это большая закредитованность, вызванная не совсем верными руководящими решениями. Действительно имел место факт невозможности удовлетворения всех требований кредиторов без каких-то последствий для самого предприятия. По сообщению суда, финансовые обязательства завода составляли уже 83% стоимости его активов. Сейчас долги заморожены. Главная задача оздоровления – восстановить платежеспособность. О ликвидации, как в большинстве дел по экономической несостоятельности, тут речи не шло и не идет. Сегодня вопрос не стоит какой-то жесткой оптимизации численности, а каком-то сокращении людей. Потому что практически сегодня все люди задействованы на своих производствах и работают, я бы сказал, в напряженном режиме. Оздоровление предприятия – это целый комплекс экономических мер. Но специалисты подчеркивают самое главное – отношение к работе коллектива. Для людей сегодня важно, что завод работает стабильно и платит им за работу. Зарплату нам отдают вовремя, аванс дают тоже вовремя. И мы уверены, потому что у нас работа постоянная есть. Работаем три смены. Ну, пока надеемся, она лучшая. Эта линия наполняет 6000 бутылок в час, работает практически непрерывно. Такой ритм внушают надежды. Хотя и без тревог за предприятие, и, конечно, за собственное рабочее место не обходится. Не всегда люди понимают, что такое санация. Но мы пытаемся им объяснить и донести, что это не так страшно, что мы сейчас в оздоровлении. Что все будет хорошо. Верите в это? Конечно. Спрос на продукцию есть. Внутренний рынок и внешний приблизительно 50 на 50. Экспорт в Россию, Латвию, Эстонию, Туркменистан и другие страны. В июне из Климович отправляют пробную партию в Китай. В переговорном процессе Азербайджан, Армения, Литва, Польша. На данном предприятии я уже работаю 15-й год. Предприятие, вроде бы, по моим ощущениям, должно существовать. И думаю, будет. У нас продажи идут. И идут неплохо. Ликероводочный завод известен на Могилевщине. Его основал в 1858 году помещик Карл Каминский. Сейчас это предприятие входит в состав Минск Кристалл Групп. В планах расширения ассортимента. У нас полная уверенность в том, что мы все-таки окрепнем за этот период. Душа болит за предприятие. Потому что, как я, например, я родилась в этом городе. Я очень люблю свое производство. И очень хочется, чтобы мы вышли все-таки на тот уровень, который мы заслужили. И мы этого достойны. Сегодня завод работает, платит налоги и развивается. Несмотря на сложный период, мы достаточно много средств влаживаем в модернизацию производства. Вот недавно только буквально закончили модернизацию очистного сооружения. Полностью автоматизировали его. Коллектив достаточно хороший. Относится с пониманием к трудностям. Поэтому я уверен, что с таким коллективом эти трудности можно преодолеть. Антикризисный управляющий Эдуард Орешко успешно провел санацию открытого акционерного общества «Могилев-Ублпищепром». Климовический завод – это тоже тот случай, когда есть надежды. Каждый месяц управляющий держит отчет перед судом и кредиторами. Первый этап процедуры санации продлится до 15 ноября будущего года. Далее в программе За строительным забором. Что будет в новом Могилевском бизнес-центре? Я думаю, этот объект станет гордостью и для нас, а также и для жителей Могилева и гостей нашего города. Крафтовый сыр на гастрономическом фесте в Славгороде. Беларусь – 4 Могилев, а сыроваров – Славгородщины. Большой-большой привет! 17 расписных скамеек в Кричеве от юных художников и их наставников. Потому что я активная, я люблю рисовать. Это мое искусство просто. А также Международный день картофеля и зарядка против курения на Могилевской площади звезд. Смотрите нас в эфире и в интернете. Самый большой административно-деловой центр области обещают сдать в марте будущего года. Девятиэтажное здание на Первомайской в Могилеве выглядит внушительно и с заявкой на эксклюзив. Горожане наблюдают за стройкой и интересуются, что там внутри. Но самое главное, объект станет местом работы для 550, а возможно большего количества могилевчан. Наш корреспондент Олеся Рыбалко вместе с управляющим прошла по будущему бизнес-центру. Перед необычным объектом большая площадка. Ее строители одевают в гранитную плитку. Не хватает пока клумб и фонарей, но они тоже в планах. А еще новинка для города – сухой фонтан. Здание формально, объясняет управляющий центра Сергей Нафанов, можно поделить на правую часть – деловую, и левую – торгово-развлекательную. Начнем с первой. Переходя с этажа на этаж, где как муравьи копошатся рабочие, обращаешь внимание на воздушность и открытость пространства. Понятно почему. Такой эффект дает стекло, которого здесь очень много. Хотелось с помощью остекления дать простора, больше воздуха, больше света в здание, чтобы люди не чувствовали себя как в простой бетонной монолитной коробке. И грех не воспользоваться таким видом, который открывается с этих окон. Архитектура здания – это то, чем в первую очередь гордятся строители. Объект необычный, даже по своим размерам. Город, как на ладони, просматривается уже с четвертого этажа. Что же здесь будет внутри, догадаться несложно. Это очертания будущих номеров, где смогут останавливаться наши гости. Безусловно, у них будет открываться прекрасный вид на центральную улицу Могилёво Первомайскую. И где будет им предоставлено все комфортные условия для проживания. А самое главное – тишина. Огромный стеклянный куб с четвертого по девятый этаж действительно займет гостиничный комплекс. С фитнес-залом, спа-центром, салоном красоты и рестораном. А еще – бизнес-центр с многочисленными офисами и конференц-залами. Фишка этого пространства – внутренний дворик со стеклянной крышей. Архитекторы называют это атриум. И таких решений не так много по стране. Идем дальше. Вот это. Мы что наблюдаете? Это мы видим одну из частей здания. Это развлекательная часть, крыша развлекательной части. Под этой крышей находится двухэтажный кинотеатр с четвертого по третий этаж. А чуть ниже будет находиться торговая галерея. Что немаловажно, большое внимание безбарьерной среде было уделено, чтобы никого не обидеть и создать все условия для передвижения по зданию. Кинозалов будет пять, разных по размерам. В торгово-развлекательной части также откроются детский развлекательный центр, зона фудкорта, магазины и не только. Попасть внутрь можно будет не только через входы на первом этаже, но и с семиуровневого паркинга. Не хотелось бы раскрывать конкретных особенностей, деталей. Просто по одной причине готовим сюрприз жителям города Могилёва, чтобы им было интересно посетить эти места, а не знать заранее, что их тут ожидает. Наш объект будет наша гордость. Вы уверены в этом? Я в этом уверен. Стараетесь? Ну как иначе? Конечно, стараемся. Объем инвестиций в проект не менее 30 миллионов белорусских рублей. Еще один важный момент для Могилевчан, которым здесь, в центре города, не хватает прежнего дома быта. Отелье, фотосалон, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви. Это тоже все будет здесь, в новом центре. Поэтому, как говорится, старый добрый дом быта в скором времени вернется на свое место, но уже в новом облике. Пока же, Могилевчане с любопытством следят за объектом, строители делают свое дело. Позади две трети стройки. Срок сдачи самого большого административно-делового центра Могилевской области – март будущего года. Гастрономический бренд Славгородского района «Домашний сыр». Кстати, теперь такой продукт модно называть крафтовым. Это от английского слова, которое означает «искусная работа» или «ремесло». Крафтовые продукты сделаны не на заводе, а дома или в мастерских, маленькими партиями и по индивидуальным рецептам. Именно так производится славгородский «Домашний сыр». Потому и на расхват, считает руководитель группы сыроваров Людмила Ерофеева. Много у нас покупателей, слава богу. Сыры наши востребованы, распродаются на ура. Так что вперед и только вперед с песней. На гастрономическом фестивале «Хозяйский сыр» в Славгороде в прошлую субботу за несколько часов продали почти две сотни килограммов сыра. Домашнего, свойского, крафтового. Называйте, как хотите. Самое главное – вкусного и полезного. Потому что это очень чистый продукт. Мы варим его на домашнем молоке, никаких добавок не добавляем. Душу укладываем. В этом и успех. Всякое дело надо делать с любовью. Будем вкусно есть, будем весело жить. Будет здорово жить. Сыр в Славгороде начали варить лет 10 назад. Сначала просто для угощения гостей, а потом стали строить бизнес с поддержкой фонда развития местных территорий «Возрождение агро» и используя опыт французских сыроваров. Сегодня в обществе сыроваров три десятка мастеров. И они продают на фестивалях и через собственную сеть клиентов на заказ 300 килограммов продукции в неделю. А что любите славгородские сыры? А что они вкусные? Сырный фест в Славгороде привлекает людей со всей округи. У каждого местного сыровара своя история и потому свои секреты. Лет 20 назад я был в городе Сухуби. Это моя родина. И я там просто приехал сюда, посмотрел, что здесь молоко рекой льется. Ну, думаю, дай-ка я наварю сыра. Вот и до сих пор и варю сыр. Здесь сыр дают на пробу. Сыр хоть вкусный? Очень. Очень, очень. То есть вы наелись? Да. Местная власть видит в развитии сырного дела возможности для людей заработать себе на хлеб. Если не с икрой, то с сыром точно. Это действительно обеспечивает самозанятость населения, благосостояние сегодня населения нашего района. И, как я уже говорил, это большее развитие личных подсобных хозяйств, что позволяет нам сегодня, наверное, получить дополнительный источник доходов для населения района. На фест приезжают гости из соседней России. От Славгорода до райцентра «Шумячий» в Смоленской области всего 120 километров. Россияне уже планируют привезти в следующем году на гастрономический фестиваль свои пряники. Славгородские сыровары тоже у нас в «Шумячих» на наших мероприятиях уже бывают. Поэтому мы замечательно себя чувствуем. Очень доброжелательные люди в Славгороде. И мы всегда рады приезжать к вам. На Славгородский фест приглашают всех сельских хозяев, которые могут продать излишки продукции со своих подворьей и даже животных. У нас козочек всех 12. Дойные козочки из родственной есть маленькие. Мы малышей продаем вот по 5 месяцев. Пожалуйста, у нас и риска, и бублик. Они дружат между собой. Вот такие у нас красавцы живут в деревне Горки, Черниковска района. Их очень много там. Сыроваров поддержали дегустации деревенских блюд работники культуры сельских советов района. Галиласка, попробуйте у нас блинды с печи, с пылу, с жаром. В городе такого не купишь и не приготовишь. Все со свойских продуктов, многое из печи. Вот видите, у нас блины, потом сало, которое мы растим в своем хозяйстве. Ну и яички, куры, все у нас здесь. И вот все мы, как я ему мастерица показываем. Не то как культурное, но и как хозяйское. Вообще, в бывшем Пропольске или Пропошеске, а ныне Славгороде и его окрестностях, есть что посмотреть. Клиница, да, Лесная, сам пейзаж, местность. Деревня Лесная – знаменитая церковь, которой более сотни лет. Но рядом с ней теперь и новинка – музей под открытым небом, где активно гуляет и фотографируется народ. Давайте знакомиться. Мы с телеканала «Беларусь-4 Могилев». А вы кто? Петр Первый. Петр Первый прогоняет шведов, а я вот встречаю людей. Русские победили под лесной шведов во время Северной войны в 1708 году. А теперь славгородские люди видят в этом возможности для развития туризма. Ну, мы как бы хотим, чтобы нас посещали, как можно больше людей, чтобы знакомились с нашей историей, не забывали. Мы вас ждем. Как сделать жизнь в небольшом райцентре интересной и даже красивой? Все зависит от творческого взгляда на мир. Так считают в Кричеве. Дети и преподаватели местной школы искусств взяли и придумали свой проект – сказочные арт-лавочки. Идея простая. Детские рисунки перенесли на обычные городские скамейки. Получился прекрасный подарок городу к началу каникул. Итак, смотрите арт-лавочки по-кричевски. В ромашках или в облаках? А может, с карандашами и кистью? На такой веселой скамейке можно отдохнуть в Кричевском микрорайоне Комсомольский. Украсить город своими силами. Такая идея – школа искусств. И начинается все с детского творчества. Я рисую Машу «Медведь» и «Кроша». Для чего? Чтобы всем нравилось. Солнышки, радуги – любимые мультгерои. Свинка Пеппа – современный мастхэв, но все же пальма первенства популярности у губки Боба. Спасин Боб веселый. Он всегда может помочь в какой-то любой ситуации. Он научит вас дружить и всегда вас развеселит. Дети рисовали эскизы на асфальте и на бумаге, а преподаватели школы искусств переносили их на скамейки. Что рисуют мужчины с такими суровыми лицами? На мусорке. Лягушку-царевну по детскому эскизу, разработанному кем-то из школьников. И мусорку расписывать вам не обидно? Мусорку. Мусорки будут более веселые. Замечательная погода, яркие краски и чудесное настроение. Очень красиво. И детям нравится, когда красиво. И они привыкают к культуре, к чистоте, к аккуратности. Чтобы видели, что кто-то для них постарался, сделал, нарисовал. И что портить это нельзя. Люди должны стараться не только хорошо рисовать, но, может быть, еще относиться к тому, что сделано руками людей. Сейчас это очень редкость, непосредственно живое исполнение. Детские рисунки – это часть художественной культуры. Они имеют, конечно, денежную ценность. Их продают на благотворительных аукционах. Известная компания сделала хорошо продаваемые игрушки по детским эскизам. Но все же главное, что такие рисунки – это особый взгляд на мир, наивные изображения, полные радости. И на кричевских скамейках они доступны всем. Ну, вообще, я думаю, в каждом ребенке живет талант. Чем младше ребенок, тем легче с ним работать. Они не зажаты, они рисуют то, что думают, они стараются. Дети желают всем людям творчества в жизни, потому что творчество – это весело. Чтобы у них был какой-то талант к чему-то, чтобы они стремились, и им это нравилось больше всего. Чтобы веселее жить. Да. Чтобы выпускать свои все эмоции через рисунки. Для нас это, в первую очередь, удовольствие – украшать наш город, потому что хочется каких-то ярких красок. Особенно, когда приходит осень поздняя или зима, да, и лавочки все равно останутся радужными, яркими и красивыми. И они будут нас радовать. Хороший проект превратился в большой детский праздник, который посвятили каникулу. Всем привет! В чем детское счастье, как вы думаете? Детское счастье в том, чтобы мы были, мама и папа, рядом, чтобы на них обращали внимание и их любили. И, кстати, 17 веселых и ярких скамеек – это не конец арт-проекта. В следующий раз юные художники и их учителя планируют работать в детском парке Кричево. В последний день весны, который также и всемирный день без табака, на площади звезд в Могилеве встретились любители здорового образа жизни. Там прошла массовая зарядка с участием призера Олимпиады в Атланте Александры Панькиной и ведущих телеканала «Беларусь-4 Могилев». Мы против курения из-за физкультуры. Цветные пятницы вместе со всеми на зарядке. А каким вы спортом занимаетесь? Никаким, на работе спорт каждый день. Вы любите спорт? Да. Это весело. Зовно под музыку. Потому что это хорошо. Вы не курите? Нет. И другим не советуете? И другим не советую. Абсолютно каждый может делать зарядку. Абсолютно каждый может делать зарядку. И напоследок про второй хлеб. 30 мая отметили Международный день картофеля. Он совпадает с таким же национальным праздником в Перу. Там картофель уважительно называют папой. Картошка присутствует во всех кухнях мира. Но есть страны, где без нее буквально не могут жить. И Беларусь в их числе. У нас в Могилевской области в прошлом сезоне хозяйство всех категорий, от больших предприятий до мелких частников, произвели почти 900 тысяч тонн картофеля. Большая часть ушла на экспорт. В основном в Россию, а также Казахстан и Узбекистан. Сейчас хозяева уже окучивают раннюю картошку. Как, например, в агрогородке Турья Краснопольского района. На тракторе Юрий Данченко, у которого засеян картофелем почти гектар. У него мы спросили, будем ли с бульбой. Обязательно будем с бульбой, как вы говорите. Значит, ну, весна была немного такая поздняя. Влаги хватает, проходят дожди. Ну, я думаю, с бульбой будем. Модные диетологи сегодня не жалуют бульбу. Но врачи все же напоминают, картофель содержит полезный крахмал, чистит организм и незаменим для сердца и почек. Ешьте вкусно, живите интересно и берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова